Дым и огонь – такова участь Канска. Несмотря на страшные прошлогодние пожары, лесопереработчики продолжают засорять атмосферу города вредоносными выбросами, расширять старые и создавать новые свалки отходов лесопиления, которые периодически и систематично поджигают. Сообщения о возгораниях в районе Курыша начали поступать в праздничные выходные. Вдоль Тосеевского тракта раскинулись две свалки отходов лесопиления. Внимание общественности они привлекли еще в прошлом году. Сейчас тревогу забили люди, имеющие собственность в этом дачном массиве. Зимой многие не ездят на дачу и боятся, что к лету уже и некуда будет ехать. Девятая была на смене, пошла по обходу и увидела, что горят дачи. Так как на дачах нет света, я не могла определить, моя дача горит или не моя. Поэтому, конечно, паника. Но это пока зимой и нет ничего, травы и все такое. А если бы не было еще ветра, а если бы был ветер и было лето, то к нам бы перешел этот пожар. До очага возгорания добраться проблематично. Автомобиль туда не дойдет. Лишь неизвестными в глубоком снегу протоптана тропа. В прошлом году мы уже снимали эту небольшую свалку. Очевидно, что кто-то ее целенаправленно пытается ликвидировать. От основной массы остались лишь пепел и огарки. Однако вдалеке с характерным треском продолжают догорать остатки горбыля. Там все сгорело, там до сих пор горит. Считай с 9 марта. По поводу возгорания экологические инспекторы начали административную проверку. Им предстоит выяснить, кому принадлежит свалка и кто ее поджег. По соседству свалка больших размеров. За год на территории появились постройки. По-прежнему собственники планируют возвести здесь завод. Однако, когда это будет и есть ли на это разрешение, неизвестно. Экологические инспекторы проверяют их деятельность. Нами выявлена вот эта свалка. Данное предприятие принадлежит ООО «Ресурсу». В настоящее время запрашиваются правоостанавливающие документы на объекты и на земельный участок. Также стало известно, что ООО «Бизнес лес» сюда вывозят на основании договора отходы лесопиления. И в дальнейшем здесь собираются строить завод по изготовлению пилетов. Активисты Канска пишут Путину. Они считают, что экологи не смогут искоренить проблему. Единственным решением, на их взгляд, является строительство утилизационной установки, где сжигали бы отходы по всем нормам экологического законодательства. Пока инспектор работает на одной свалке, отходы будут вести на другую свалку. К тому же просто наказывать и штрафовать предпринимателей бессмысленно, так как отходы никуда не денутся. Их нужно либо утилизировать, либо перерабатывать, либо где-то складировать. Складирование опасно. Переработка тех объемов, которые есть сегодня, невозможная. Остается утилизация. Хочу еще раз напомнить всем представителям власти и представителям бизнеса, что жители Каннска и Каннского района все-таки ожидают прекращения безобразия, которые присутствуют в процессе деятельности по переработке древесины и утилизации древесных отходов. Тем временем растут новые свалки. Еще одну зафиксировали на бывшем стрельбище. А многочисленные лесопереработчики утилизируют отходы незаконно. По жалобам граждан экологические инспекторы планируют проверить работу предприятий в северо-западной промышленной зоне.